Это то, чего ждали с нетерпением и медики, и пациенты. Трансплантация в Рязани состоялась. 25 врачей УКБ и несколько человек из Москвы провели в операционной всю ночь. Они смогли пересадить почку пациенту от посмертного донора. По словам главного врача УКБ Дмитрия Хубезова, это событие стало самым главным за последние несколько лет. Рязань перешла на качественно новый уровень хирургии. Чтобы делать пересадку органов, хирургия должна быть не просто хорошей, а идеальной. Во всех других случаях ничего хорошего не произойдет. Второе, может быть, даже не менее важное, более важное, это очень хорошая должна быть служба выхаживания этих пациентов. Потому что уровень реаниматологии и анестезиологии в этом случае должен быть принципиально тоже другим. В начале июля между областной клинической больницей и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии искусственных органов был подписан договор о сотрудничестве. С тех пор не прекращалась работа по подготовке к трансплантации. Рязанские врачи прошли соответствующее обучение, больница получила лицензию. И вот событие, которого так ждали, свершилось. В листе ожиданий уже 300 пациентов, которым необходима пересадка почки. Это количество больных на гемодиализе. Каждый год их приходят новые. В идеальной ситуации хотя бы сделать, когда их остается примерно человек 200-150, то есть чтобы вновь, которые приходят на диализ, вот этому же количеству делать пересадку почки. Особенно это преддиализные больные. Для того, чтобы проводить операции по трансплантации, необходимо учесть множество факторов, среди которых совместимость пациента с донором. Серьезное внимание, по словам Дмитрия Хубезова, будет уделяться родственной трансплантации. А пока главная цель достигнута. Операция проведена. Пациентке 39 лет. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии. У женщины была хроническая почечная недостаточность с сопутствующими заболеваниями. Ей приходилось ездить на гемодиализ три раза в неделю. По словам главного трансплантолога региона Дмитрия Карпова, который непосредственно принимал участие в операции, теперь женщина сможет жить нормальной жизнью. Это даст ей свободу, это даст ей возможность передвижения. Мало того, я хочу вам сказать, что есть в мировой практике случаи, когда люди рожают не одного и двух детей. И после трансплантации органов находится на заместительной почечной терапии, в частности, вот именно после трансплантации почки и 30, и 35, и 40 лет. И люди после трансплантации ведут полноценный образ жизни. Это первая операция, но врачи уверяют, далеко не последняя. В ближайших планах провести в стенах УКБ трансплантацию печени. Для этого есть клиническая база, а самое главное – золотые руки врачей, которые помогают жить и дают надежду.